Опасаемся то, что в любой момент оно же все может упасть. Полы в доме провалились, а система печного отопления давно пришла в негодность. Кое-где уже начали отваливаться куски кирпичей. Находиться в здании по адресу грузовой тупик 12 попросту опасно. А жить невозможно, рассказывает Ольга. Даже вода и то только холодная. Здесь негде мыться. Это самая большая проблема. Мы живем с ребенком, то есть нам приходится постоянно греть воду. То есть как бы вот так вот. Печи топятся очень плохо. Бывает то, что печь вскрываешь, и у нас этот угарный газ. Деревянное здание уже давно отжило свой век, уверены его обитатели. Построенная в первые послевоенные годы двухэтажка трещит по швам не один десяток лет. Капитального ремонта здесь никогда не было, сетуют в Алакжане. Никто не удосужился привести дом в порядок даже после крупного пожара. В 2006-м одна из квартир выгорела дотла. От стены потолка остались лишь опаленные доски. В любой момент они могут обрушиться. Этого больше всего боятся соседи с первого этажа. Какая надежность, я не знаю. Поэтому у меня маленький ребенок, я в частности боюсь за него. И печка может рухнуть, ее не перебирали, и крыша может рухнуть. В том же 2006-м году дом признали непригодным для жилья. Двухэтажку начали расселять. Вот только жилых помещений на всех не хватило. И до сих пор в аварийном здании проживают пять семей. На протяжении десяти лет они регулярно обращаются в администрацию города. Правда, безуспешно. Ничем нам не помогают. Крыша текет. Говорят, что дом аварийный, снесут. Зачем вам ремонтировать? Трубы все сгнили. Трубы не стали менять. Хотя жилье у нас муниципальное, неприватизированное. Пришлось самим трубы менять. Однако не ремонтировать дом, не давать его жителям квартиры в городской администрации не собираются. Власти пояснили, что здание попросту не успели включить в программу переселения из ветхого и аварийного жилья из-за пожара. Расселение в рамках программы производится только из тех домов, которые стали аварийными с течением времени, а не впоследствии таких случаев, как пожар. Как разрешить коллизию, это предстоит выяснить межведомственной комиссии. Комиссия в настоящее время формируется и выйдет на объект в ближайшее время. Когда именно, в городской администрации прокомментировать не смогли. Но жители дома настроены решительно. Они намерены добиваться новых квартир через суд. Вологжане боятся, что вскоре их придется не переселять, а эвакуировать. Ведь еще один год здание может не простоять. Марина Киселева, Василий Попорин, Новости Вологды.